всем привет и добро пожаловать ко мне на канал меня зовут марина и в сегодняшнем видеоролике я хочу вам показать свои готовые работы которые я связала в ноябре начато они были в октябре поэтому как-то плавно не перетекли на ноябрь и собственно говоря к середине месяца у меня есть два больших плечевых изделия ну давайте по порядку сейчас кадре вы видите джемпер который я довязала кто смотрел видео про процессы для него это наверное будет не новинка но для тех кто совсем недавно на моем канале я думаю что будет что-то интересное это говоря про этот джемпер я его вязала в этот раз из пряжи drop sky вот такая замечательная пряжа я неоднократно на своем канале рассказывала про эту пряжу все активные ссылки на видео в которых я упоминал эту пряжу я оставлю в описании под этим видео чтобы вы могли посмотреть какие изделия из него вязала из этой пряжи да и какие рекомендации по уходу из стирки и даже там у нас был как-то в прошлом году по моему совместник мы вязали с вами полдовер из этой пряжи в общем много очень информации конкретно по этой пряжи единственно здесь зарезюмирую что все-таки это моя наверное одна из фаворитов всей линейки drops то есть я вот sky как-то полюбила разные есть мнения быту и да здесь на ютюбе кто-то говорит что это ужасная пряжа кто-то восхваляется я все-таки себя отношу той категории вязачей с которым действительно это пряжа понравилось если говорить про состав здесь ничего не скажу вот покажу да вся информация видна единственное скажу что этот цвет 02 красивый такой же жемчужные серый меланш вот так в этом изделии я использовала эту пряжу не соло а решила подмотать вот такой тонкий бобины меринос итальянский меринос и он действительно очень тонкий у него в 100 граммах 1400 метров использовала я всего одну ниточку то есть мне не хотелось утяжелять изделие она расчет был такой что меринос немножко мне стабилизирует вот эти резинки мне было важно сделать упругие хорошие резинки на рукавах потому что я часто в основном насти в нашу изделие на работу закатываю рукава и мне важно чтобы резинка была действительно упругая пружинила и хорошо держала форму здесь этого эффекта я добилась кстати здесь все петли закрывала иглой говоря про это джемпер у меня расход получался на мой размер с европейский получается российский от наверно 46 48 у меня расход получился 305 граммов но опять же это вместе с мериносом и со sky до пряжи что хочу сказать по этому изделию она действительно получилось легкое теплое достаточно простое и универсальной сочетается практически с любым низом гардеробе единственный нюанс который вот я сделал да когда вязала это изделие я закладывала небольшую свободу облегания то есть это не оверсайз потому что все таки учитывая пропорции моего тела учитывая мой рост и оглядываясь на тренд что все должно быть оверсайз я понимаю что если я буду носить все оверсайз включая верхнюю одежду то я буду выглядеть как минимум нелепо чего мне не хотелось и плюс а вернее минус модели вязаного оверсайз если вы надеваете сверху куртку пальто или пуховик получаете потом по итогу смятое полотно то все сжатое мятое потому что кофта я называю это кофта джемпер свитер неважно все будет собираться под пуховиком под курткой то есть это не носибельно и плюс объемные рукава не всегда можно уместить в нормальные рукава в обычной куртке поэтому опять же зимнее мое вязание но всегда вот такое здесь есть свобода облегания у не сидит прям плотно по фигуре он достаточно свободной посадки но при этом у него не широкие рукава в общем все то что мне нужно было мне не было такого изделия в гардеробе теперь она у них есть если говорить про саму техническую часть да как это вязалось и что это вязалось сначала скажу по рисунку это простой вафельный узор я думаю вообще ни для кого не нов но тем не менее скажу я вязала по кругу до изделиям не бесшовная поэтому расскажу про этот узор как вязать его по кругу в первом ряду мы провязываем по принципу резинки один на один то есть одна лицевая 1 изнаночная во втором ряду мы провязываем все петли лицевыми всего два ряда и вот такой получается красивый эффект рубчика мне очень нравится он смотрится актуально сейчас очень популярная и английская резинка остается и также вот эти все узоры в мелкий рубчик в мелкие какие-то узоры очень сейчас популярны ну и теперь давайте к самому изделию как я его вязала сразу скажу что это не классический реглан вообще в принципе да по классике реглана мы делаем расчет то есть мы количество петель делим на три части по одной части на перед и спинку и одну часть делим на 2 и получается на два рукава это классический расчет реглана я его не рекомендую потому что во первых как мне кажется он придуман вообще на каких-то квадратных людей кто-то сказать что это больше похоже на анатомический реглан может быть отчасти но я вам хочу сказать очень часто встречаю на просторах интернета того же ютюба instagram анатомическое вязание анатомический реглан анатомические носки и анатомическая шапка что там еще есть капор анатомический манишка анатомическая но ребята кому он мне просто хочется уже сказать но в самом деле начиная любое изделие вы начинаете с подбора пряжи со снятием мерок вы вяжете образец и согласно вашей плотности согласно вашим меркам размером которым вы хотите получить вы начинаете вязание но неужели это не анатомическое вязание потому что ну проймы у нас у всех разные потому что размеры разные у кого-то пока ты и плечи кому-то нужны будут вытачки на груди это все и есть анатомия человека это все есть анатомическое вязание просто вот последнее время такое ощущение кто-то кто-то из мастеров он схватился за вот эту да фишку анатомическое вязание для меня любое вязание анатомическое потому что я не вижу квадратные вещи я вижу согласно расчетам под свою плотность под свои мерки неважно себе ребенку ли я вижу либо вижу еще кому-то и думаю каждая из вас вяжет точно так же даже если вы не делаете расчеты а делаете вязание да то есть у вас путем примерки на себя вы тоже индивидуальные это тоже ваша анатомия это ваш ваш строение тела это вы вяжете для себя вы делаете ту посадку которую вы хотите поэтому не вижу смысла до носиться и говорить у меня анатомический реглан у меня анатомические носки меня анатомический капор я вот просто мне вот эта тема уже действительно вот поднадоела я честно говоря уже чуть-чуть негодую итак теперь к изделию значит я в этом изделии применяю расчет делением на 8 вообще рекомендую кто не знаком с подобным методом ознакомьтесь он действительно очень простой суть его очень просто но при этом у него действительно правильные пропорции соотношения плеча к основной части до переда и спинки и правильное расположение регланных линий что значит правильно для меня визуально но приятное то есть они не уходят не куда-то смещается в сторону плеча предплечья дали смещается сюда больше груди то есть для меня вот это оптимальный вариант который мне больше всего нравится делается он очень просто мы берем наше количество петель общее вычитаем количество петель на регланной линии в регланных линии у нас всегда 4 и вот эта ширина это реглан или не может быть абсолютно любая кто-то закладывает одну петлю кто-то 2 петли 3 4 6 а кто-то вообще ни одной петли это тоже все имеет место быть то есть это в зависимости опять же от узора от модели какую вы хотите да и хотите ли вы выделенную может вы хотите какую-то ажурную игра регланную линию либо может быть косичка ли там чем мелкий оран какой-нибудь то есть это все возможно дальше после того как мы от общего количества петель отняли количество регланных линий на петель в к регланных линиях мы оставшиеся петли поделили на 8 и закладываем три части от этих этих петель на перед и спинку по три части и по одной части на рукава затем мы просто делаем прибавки в каждом втором ряду на необходимую нам высоту длину вот этой регланной линии затем мы темп прибавок делаем реже то есть я уже делаю не в каждом втором ряду а в каждом третьем за счет этого конечно же меняется вот эта линия меняется ее положение она остается как бы это незаметно в полотне абсолютно где вы делали прибавки рисунок не сбивается каждая добавленная петля всегда включается в рисунок поэтому здесь с этим проблем не возникает какова длину этой регланной линии определяете вы согласно вашим меркам потому что мы все с вами индивидуальные у всех у нас даже глубина проймы у всех у нас разные нельзя сказать что есть какой-то один стандарт да говоря 24 сантиметра но мне кажется что когда вот такие не длинные регланной линии и все упирается уж простите меня в подмышку мне это не нравится мне кажется что это выглядит как то вот как будто тебе изделие жмёт в общем у меня вот такое получилось изделие здесь у меня есть подрезы здесь также у меня есть росток вывязан до разворачивалась я на рукавах есть углубление по переду в общем все вывязывается согласно расчетам которые я делаю индивидуально на себя единственное конечно же по ширине мне как я и сказала это не оверсайса совсем небольшая мне свобода облегания но тем не менее он не сидит по фигуре и цены что я сделала как и говорила да это вот немножко такие узкие рукава в принципе изделие мне понравилось оно и получилось теплое легкое носибельное для меня это сейчас важно потому что очень много времени провожу на работе и мне важно чтобы я вышла из дома в хорошем настроении выглядело опрятно и приехала на работу точно такая же опрятная потому что куртки да пальто все все равно все полотно собирает поэтому оверсайс я зимой не ношу в основном оверсайс я ношу если я не застегиваю пальто или пуховик не застегиваю на чтобы было вот это вот воздушность и легкость и чтобы полотно потом но выглядело опрятно ну и вот так теперь выглядит моя следующая готовая работа у меня получилось пола но получилось с коротким рукавом и 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 опять же если вы смотрели мои видеоролики про процесс я рассказывала что мне не хватает пряжи скорее всего не хватит пряжи на длинные полноценные рукава честно скажу я пробовала 4 варианта разных рукавов я подмешивала тонкие бобины меринос делала полосочки делала как это называется по моему объемные узоры со снятыми петлями до такой типа ленивого жаккарда все не то все не к месту мне было все почему потому что фактура этой нити совсем другая полотно выглядит воздушным пушистыми когда что-то включается типа мериноса до в работу получается эффект проплешин залысин мне это не понравилось но мой личный вкус мне показалось что это очень дешевит изделие поэтому вот как есть короткими рукавами теперь у меня изделие коротко расскажу об истории этого изделия как тогда я уже говорила что я в одном из магазинов не бюджетных магазинов увидела на манекене оригинальную модель из кашемира это было полос длинным рукавом я зашла померила да и посмотрела так как я умею вязать и вижу по картинкам это не проблема для меня поэтому я сделала пару фотографий до увеличенных плане того как вывязывался воротник и сделала конечно же небольшие замеры у меня кстати не знаю как у вас но у меня в сумке в рюкзаке в моем до практически всегда есть сантиметровая лента ну так на всякий случай это говоря про это изделие данное изделие я вязала из китайского кашемира к сожалению моточка я вам сейчас не могу показать но могу показать этикетку вот так выглядит этикетка этого китайского кашемира вообще он продавался 6 моточков и к каждому мотку шло вот такая вот шла вот такая вот катушка и еще была тоненькая ниточка спандекса я думаю ни для кого не секрет что кашемир не держит резинку поэтому мой основной акцент и страх был на резинку вот здесь на воротнике поэтому максимальное количество спандекса у меня ушло конечно же на вывязывание этого воротника вязала я данное изделие в два сложения когда я пробовала этот кашемир в одно сложение пыталась вязать водолазку не эффект вообще не понравился потому что на мой личный вкус получилась очень тонкая какое-то обтекаемое полотно и я его в итоге распустила учитывая что еще после стирки но вытянулась то есть она стала прям совсем простите уж за это слово квашня мне это не понравилось я как-то убирала кашемир долгий ящик и вот когда я увидела ту модель в магазине витрине магазина я решила что вот этот кашемир сюда должен подойти единственное конечно же я вязала в две нити и может быть конечно это был изначально риск да потому что я понимала что пряжи не хватит но мне казалось все таки что что-то можно придумать а в итоге как я и сказала я решила остановиться на коротких рукавах но они не короткие они примерно до локтя наверно вот так говоря про это изделие она цель навязана здесь все цель навязана нет ни единого шва то есть вообще здесь ничего не сшивалась обязалась сверху вниз про пряжу скажу сразу мне она понравилась два сложения основной нити и брала еще одну вот такую катушечную не до получается в 3 как бы сложение мне понравился эффект что когда я вязала немножко была рядность такая рябость небольшая но вот после стирки здесь только одна стирка произведения он конечно распушился могу вам показать вот так поближе как выглядит это полотно он действительно очень мягкий невероятно теплый и вот когда я делала примерку я вообще потом на сомневалась думала ну как бы теплое изделие зимнее изделие и тупаться короткий рукав думаю наверное будет как-то некомфортно и такое вот изделие когда не знаешь в какой период его надевать но это оказалось не про это пола но действительно носибельное действительно теплое и но мне очень нравится единственный на меня вопрос это конечно же по цвету не совсем оптимальные для моего цветотипа этот цвет хотя сам по себе он очень красивый он такой вот бежево серого цвета я бы так сказал и все-таки легкая эффект меланже здесь есть совсем незначительный но он есть а еще что касается пряжи в одном из мотков я уже помню тоже говорила да а во-первых мотки не все по 50 грамм есть по 42 грамма есть по 51 грамм был до моток то есть это такая вот лотерея да где что повезет и в одном из мотков что у меня просто шокировало внутри мотка обычно когда я начинаю вязание да я беру нить из середины мотка чтобы у меня моточек не катался по всему кого я если вижу на диване или по корзине а чтобы просто лежала ряда моточек и нить подавалась изнутри это действительно удобно но в одном из мотки я не смогла сделать этого то есть я не могла достать этот кончик я попыталась вытащить и он никак не вытаскивалась я решила что ладно не буду я уже мучиться возьму с другого конца да и пускай там а точек у меня по корзинке вот так весь катался когда я провязала примерно 20 где-то 7 грамм я за была шокирована потому что все что было в остатке на это просто были какие-то ошметки обрезки какие-то куски нити которые просто были вот каком джам каны завязаны перевязаны и просто вот спутаны и не были внутри мотка собственно говоря по этой причине мне не удалось вытащить нити с середины мотка да то есть как бы это не вязание не состоялось у меня было стойкое ощущение что просто вот не знаю на фабрике на какой-то у человека сдали нервы не вот все что он пытался там сделать а вот эти все ошметки просто запихал внутрь мотка потому что по весу моток этот был по моему 47 грамм до в итоге 20 грамм просто на выброс а из этого было вязать невозможно соединять бесконечно вот эти узлы тоже я не видела смысла поэтому я с печалью но выбросила остатки этой пряжи честно говоря не ожидала такого это вот было из всех шести мотков в одном а точке такая была история но так в среднем если говорить про пряжу она действительно неплохая достаточно бюджетно что касаемо опять же если это стопроцентный кашемир я почему сомневаюсь потому что ну как бы из китая и здесь мало что написано в основном этой иероглиф и я пыталась переводить но как бы уверять что кашемир ну давайте будем верить в это что это действительно кашемир а теперь давайте по изделию значит я вязала сверху и получается техника ну что-то вроде имитации вточного рукава кто-то мне писал когда я показывала процесс что это похоже на погон до отчасти похоже на погон до единственное что мы но немножко как бы по-другому вяжем само изделие я начинала вязать сверху вниз набирала набросовую нить то есть у меня здесь были открытые петли и потом переходила к вывязыванию сначала одного плеча потом по спинке переходила вывязывала второе плечо и потом уже включала петли переда кстати я наверно сейчас покажу чтобы было более наглядно у меня есть вот такой процесс он вяжется практически в такой же технике то есть вот смотрите у меня сейчас вот это горловина так она выглядит несуразно немножко но это горловина вот я формирую сейчас вот плечевую линию как бы плечевой шов если уж на то пошло так это выглядит и здесь делаются вот такие прибавки то есть получается что-то наподобие треугольника когда я уже доберу необходимую мне длину линии да и я делаю кстати здесь прибавки делаются в каждом ряду и в лицевом и в изнаночном и плюс помимо того что мы делаем прибавки мы еще добираем петли по переду и по спинке то есть вот так выглядит у меня сейчас одно плечо я уже почти довязала необходимую мне длину и потом буду по петлям спинки переходить на противоположную сторону и буду формировать точно также второе плечо потом буду переходить на петли переда и объединю все по кругу вот такая у меня сейчас есть заготовка которая кстати очень пришлось да можно показать вам в кадре я думаю что в принципе понятен здесь конечно по кругу я не объединял потому что здесь у меня планка и кстати про планку я здесь никаких не делала ни прибавок ни убавок для выреза горловины это по принципу получается как бы ну что-то вроде как круглая горловина но тем не менее выглядит очень красиво здесь цель навязанная планка вязала я так вязала я резинка здесь один на один а чтобы край мне не закручивался я здесь немножко уплотнила кромочную петлю кромочную петлю снимала следующую петлю за кромочной я провязывала в одном ряду а в другом ряду просто переснимала они то за работой было то перед работой зависимости от стороны да это с лицевая-изнаночная сторона а дальше что еще хотела сказать по воротнику было очень много вопросов я сразу скажу я прежде чем делать обзор готовой работы наверное немножко потратила времени чтобы найти как правильно называется этот вид воротника чтобы может быть если я непонятно объясню вы могли посмотреть где-то в каких-то других источниках вот эту модель воротника я посмотрела у фабричного изделия не эта идея понравилась потому что во-первых воротник красиво ложится не как в классическом пола и вот здесь увяжется он вообще максимально ну просто сам воротник у меня связана резинка один на один и закрывала я его иглой в вязание добавляла ниточку спандекса который шел в наборе и вы здесь посмотрите отчетливо видна линия прибавок то есть я отступила вот не было кромочная за кромочным не было вот на этой стороне одна изнаночная потом одна лицевая и потом я добавляла петли включая в узор в каждом ряду я добавляла по одной петле и включала в узор резинки вот так это выглядит если посмотреть сейчас хорошо видно вот эта форма настолько сколько будет длинная линия настолько будет и расширим этот угол воротника мне эта идея понравилась это смотрится очень стильно так вот как-то ну не знаю это я не похоже знаете такой вот на мужское поло вот именно что то такое ну скажем так женское у меня всегда был страх в плане того что у меня нет не трикотажных изделий с подобным воротником потому что у меня сыграла роль насмотренности я знаю что даже есть очень дорогие брендовые вещи до трикотажные пола но после пару стирок фолдит резинка она идет волнами и это портит полностью все впечатления от изделия в принципе ну и в принципе от аутфита мне этого не хотелось я поэтому никогда не вязала для себя вот подобных изделий потому что я люблю минималистичные вещи носибельные вещи я не люблю вязачка все что я вижу я стараюсь носить и на если есть возможность у меня я стараюсь еще дарить поэтому для меня прежде всего вязание это вот то что мне нравится если говорить про вот это изделие здесь вот изделие прошло уже стирку и здесь резинка вообще не поменялось она не полдит она осталась такая же пружинистая то есть мне этот эффект очень понравился резинка действительно получилось стабильные единственно скажу что по поводу вот этого воротничка я вязала меньшим номером спиц то есть если я изделие вязала на четверке то резинка воротничок резинку да я вязала уже на тройке то есть максимально плотно действительно очень красиво получилось и сразу покажу вам воротник чтобы вы понимали я попытаюсь сейчас расправить вас вот так он выглядит но если я просто вот выпрямлю то есть он выглядит вот таким образом очень красивый воротник я рекомендую вам попробовать если вы еще не владеете этой техникой называется он кстати если я не ошибаюсь фасонный воротник если какие-то вопросы остались посмотрите в интернете забейте прям в поисковике фасонный воротник спицами и вам выдаст тысячи один вариант в основном все как они вам расскажут что просто нужно делать здесь прибавки на вот здесь больше нигде прибавки делать соответственно с двух сторон не с одной стороны на звук если говорить опять же про вот это изделие она цель навязанная здесь также рукав вот я вывязывала можно посмотреть потом вот здесь делала прибавки оформляла пройму единственное что я здесь сделал я когда перешла уже на круговое вязание я вывязала одну изнаночную петлю это вот такая получается имитация как бы бокового шва по сторонам я сделала на рукавах точно также сделала не создали у меня оформлен резинкой 2 на 2 и закрывал опять же я иглой вес у меня здесь получился если я не ошибаюсь 298 граммов действительно легкая теплая изделие мне понравилось и даже знаете я вам скажу больше у меня есть теперь идея воплотить это же изделие в другом цвете с длинным рукавом сейчас я подбираю пряжу на данный проект я хочу в ближайшее время взять на повторить это изделие но еще покажу вам совсем маленькую но с тем не менее готовую работу это шапка эту шапку я вязала как обычно от макушки к макушке то нам не со спиц вот так она выглядит но в этот раз единственно по просьбе сына он не захотел никаких торчащих макушек сказал чтобы было вот прям как у взрослого дяди по голове что все сидела потому что он не хочет быть как гномик он мне сказал ну в общем вот и мама воплотила вязала от макушки к макушке здесь резинка 2 на 2 вот так выглядит сама шапка действительно получилась такая мини мужская шапка данную шапочку я вязала из пряжи вот такой марки это шахенмайер кто не знает регия премиум это мирина як это носочная пряжа но я уже по моему неоднократно говорила на что я из носочной пряжи вижу нас из носочной пряжи вижу не только носки но и шапки здесь по составу 58 процентов 6 и 28 полиамиды и 14 процентов я к вообще тактильно она очень приятно абсолютно не колючая я думала что она будет такая вот немножко колковатая абсолютно нет она мягкая и что мне понравилось что она очень хорошо держит резинку то есть она получается вот действительно вот упругая может быть конечно сыграла роль еще то что я вязала на достаточно тонких спицах и вот на вязание данной шапки я потратила буду весь день вязала я на спицах номер два если я не ошибаюсь от к плотная теплая добротная шапка думаю моему ребенку не будет холодно вот такие у меня получились небольшие готовые работы я надеюсь вам было со мной интересно информативно и как всегда спасибо что посмотрели что остаетесь со мной до скорых новых встреч пока